Почему люди верят? Что значит иметь веру? Давайте начнем путешествие веры с тех, кто пережил первое Рождество. Когда ангел Гавриил явился Марии, матери Иисуса, он не сказал «вот это да, это удивительно, это лучший день моей жизни». Вместо этого в Луке 1.29 мы читаем «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие». Слово «смутилась» означает «пришла в замешательство», «была поражена», «шокирована». Слово «размышляла» происходит из мира бухгалтерии. Эта фраза означает «проводит аудит». Она складывала различные моменты, взвешивала и размышляла. Она пыталась понять, неужели я действительно вижу ангела. Это по-настоящему? Как такое может быть? Когда ангел заявил о том, что она детственница, родит ребенка, сына, и что его нужно назвать Иисус, она не сказала «хорошо, мне все понятно». Вместо этого мы читаем в Луке 1.34. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю». Это был вежливый вариант ответа. «Что?» «Это безумие». Это абсолютно невозможно. Вера требует размышления в опыте. Вера требует размышления в опыте. Когда пастухи ушли от яслей в Вифлееме, девять месяцев спустя, они оставили Марию, Мать Иисуса, в замешательстве. Мы читаем в Луке 2. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Слово «слагая» означает серьезно размышлять. Мария вспоминала события своей жизни. Дух Божий сошел на нее. Она зачала. И когда ребенок рос в ее утробе, Цезарь Август устроил перепись. Он был римским императором. Для нее его указ означал, что на поздних этапах беременности ей пришлось проехать 140 километров к дому предков. И все это для того, чтобы знать, что ее город заполонили приезжие. Темной ночью после долгого и непростого путешествия у нее родился сын. Он родился в ночь, когда для нее и ее сына не нашлось места. Никто не приветствовал их. А потом к ним пришли пастухи. Они услышали песню ангелов. Что все это означает? В некоторых религиозных кругах размышления, обдумывания и сомнения считают чем-то плохим. Когда мне было 13 лет, я ходил в церковь со своей семьей. Я помню, как пришел на библейский урок. У меня и моих сверстников были вопросы о Боге. У нас было множество вопросов о Боге, Библии и истине. Мы пытались найти причину для того, чтобы верить. Однажды, будучи раздраженным моими вопросами, наш учитель выкрикнул, «Рэй, хватит задавать вопросы, просто поверь». На этом мое участие в этих библейских уроках закончилось. Я решил, что, если мне нужно отключить ум, чтобы хоть быть христианином, то я не смогу быть последователем Иисуса. Семь лет спустя, в другом контексте, когда я разговаривал со своим профессором из университета о содержании его урока «Интеллектуальные истории», он посмотрел на меня и сказал, «Рэй, твой разум — дар». Тогда впервые кто-то сказал мне, что разум — это дар, а не проклятие. Писание учит нас. Будьте милостивы к тем, кто сомневается. Иуды, 22 стих. Иисус не смотрит на сомнения и вопросы, как на что-то обязательно бунтарское и неправильное. Точно так же Он не призывает нас жить в постоянном сомнении. Он приглашает нас прийти и увидеть. Он приглашает нас к открытиям и переживаниям. Мария, мать Иисуса, задавала вопросы. Точно так же и мы должны поступать сегодня, если хотим иметь веру. На самом деле, у вас не может быть веры без размышления о своих переживаниях. Таким образом, Мария подает нам пример веры. Она слышала то, что Бог говорил ей, и боролась с этим. Моя жена, Джуди, часто делится чем-то со мной, а затем она замечает, что я не совсем с ней. И тогда она спрашивает, «Ты слушаешь меня?» Правильный ответ на этот вопрос всегда — «Да». После этого она задает другой вопрос, «Так что же я говорила?» Я внимательно смотрю на нее и постепенно начинаю вспоминать то, что она говорила мне. Иногда слово в слово. Но потом я слышу ее жесткую оценку. «Ты слушал слова, но не слышал, что я говорила на самом деле». Иначе говоря, я не был с ней. Я не обращал особого внимания. Но эти слова не коснулись меня. Я не ценил их, не ощущал их и не размышлял над ними. Я не думал о том, что они на самом деле означали для нее и для меня. Когда Бог говорит, и мы действительно слушаем, все может измениться. Вера приходит от слышания. Апостол Павел пишет об этом в Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В нашем обществе нам часто бывает тяжело принять это. У нашей культуры настоящие проблемы с дефицитом внимания. Столько информации, столько посланий, столько энергии. Все на поверхности, и ничто не проникает вовнутрь. Даже в первом столетии у учеников Иисуса были проблемы со слушанием. Когда Иисус предупреждал их о Своей смерти, то ясно сказал им, «Пусть эти слова проникнут в ваши уши». Они слушали, но не по-настоящему. Что Луки 2.19 говорит о Марии после ночного посещения пастухов. Мария сохраняла или ценила все эти вещи. Она ценила то, что услышала от пастухов. Это слово означало, что она наслаждалась, хранила, защищала эти слова. Она позволила этим словам от Бога проникнуть в ее сердце. Она позволила им повлиять на нее. Слышание открывает путь для отношений с Богом, действовать согласно тому откровению, что вы получили. Получив объяснение от ангела о том, что Дух Святой сойдет на нее, Мария отреагировала со смирением. Луки 1.38 Тогда Мария сказала, «Се раба Господня да будет по слову Твоему». Она не говорила, «Хорошо». «Теперь я вижу все ясно. Теперь мне все понятно». «Нет». Она говорила, «Я не все понимаю, но я положусь на Бога и доверюсь сказанным словам, несмотря на мои страхи и переживания. Я верю, что Бог обращается ко мне. И сейчас я выбираю повиноваться и следовать». Давайте двигаться дальше. Вера требует отречения. Чтобы двигаться вперед, вера требует отречения. Когда вы практикуете подобную веру, вы принимаете Слово Божье в свете того, что узнали и пережили. Вы не знаете всего, но знаете что-то. Иногда нам кажется, что люди первого столетия были не просто суеверными, но были готовы поверить во все, что угодно. Мы думаем, что в 21 столетии мы стали намного более искушенными. У нас есть множество причин для того, чтобы не отдавать себя Богу. Я считаю, что у Марии, Матери Иисуса, было множество причин не отдавать себя. Во-первых, будучи иудейкой, ее учили, что Бог никогда не может стать человеком. Во-вторых, если у нее родится ребенок, а она при этом будет действенницей, но Иосиф согласился жениться на ней, она будет опозорена в своем селении. Люди смогут все посчитать. Она вышла замуж такого-то числа, а сын родился такого-то. Постойте, в ее маленьком городке Назарете ее всегда знали как мать ребенка, которого другие считали незаконно рожденным. Все думали бы, что у нее либо был секс с Иосифом до брака, или она была неверна Иосифу. На самом деле, именно это религиозные лидеры и сказали Иисусу в Иоанна 8.41. Мы не родились в сексуальной аморальности, как ты. Иногда история Иисуса выглядит очень некрасивой. Если мы никогда не размышляли над Евангелем и не говорили, это похоже на фантастику, это просто невозможно, это абсурд. Как Иисус мог родиться у в детственнице. Иисус обвиняет в том, что Он был незаконно рожденным. Если мы никогда не размышляли над этим, то, скорее всего, мы не можем понять величие и славу Божью в том, что Он стал человеком через утробу молодой иудейки, через Духа Святого. Слова ангела изменили все для Марии. Ей было не больше 15 лет. Она была молодой иудейкой девушкой, которая находилась ближе к низу социальной лестницы. Если бы она сказала «Да, ангелу», то могла опуститься еще ниже, стать социальным изгоем и до конца своих дней оставаться среди маргиналов. Но Мария говорит «Я раба, Господа, пастор и автор». Тим Келлер говорит о двух важных вопросах, которые мы должны рассмотреть, если хотим отдать свою волю Божьей воле. Во-первых, готовы ли вы повиноваться всему, что ясно говорит Библия, независимо от того, нравится вам это или нет? Во-вторых, готовы ли вы довериться Богу во всем, что Он посылает в вашу жизнь, независимо от того, понимаете вы это или нет? Он говорит, что если вы не можете сказать «да» на эти два вопроса, то вы, скорее всего, никогда не говорили Богу «Я твой слуга». Готовы ли вы повиноваться всему, что вам говорит Бог? И будете ли вы доверять Богу, несмотря на то, что может случиться? Мария не отдала себя Богу как помощницы. Она подчинилась Ему как Господу. она не отдала себя Богу как своему тренеру. Она подчинилась своему правителю. Каждый, кто хочет быть последователем Иисуса, должен поступить так же, как Мария. Быть учеником Иисуса. это не то же, что следовать программе самопомощи, социальной, созданной для вас, чтобы вы осознали весь свой потенциал. Следование за Иисусом – это не переговоры с Богом. Это полная передача своей воли Богу. В нашем мире, который так ценит личную свободу, призыв к вере в Иисуса, кажется контркультурным. Когда мы слышим призыв к тому, чтобы отдать свою волю Богу, отдать все Ему, то это похоже на смерть. Так оно и есть. Это смерть для себя, которая дает нам настоящую жизнь. Бросаясь в руки Божьи и отдавая свою жизнь Ему, мы получаем смысл, удовлетворение, настоящую идентичность. Мы становимся выносливыми, мудрыми, наполняемся радостью. Вот что Иисус сказал в Матфея 16, 24, 26. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот опретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человеку за душу свою, Мария выбрала потерю своей жизни ради Бога. Несколько месяцев спустя, когда она приходит, чтобы проведать свою кузину Елизавету, беременную Иоанном Крестителем, она начинает видеть больше. Елизавета, наполненная Духом Святым, подтверждает слова Ангела Марии. Послушайте, что сказала Елизавета в Луки 1.45 «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Мария начинает петь, она переходит от размышления к радости, 46 стих, и сказала Мария «Величит душа моя Господа». И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будет ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Для Марии вера перешла от головы к сердцу. Она зажгла всю ее сущность. Бог увидел ее, проговорил к ней, дал ей благосклонность, одарил ее, благословил ее. Мария была поражена тем, что Бог сотворил удивительные вещи для нее. Вера производит удивление. Если мы последователи Христа, то должны удивляться, удивляться тому, что Бог в своей невероятной благодати решил явить себя нам, приблизить нас к себе, полюбил нас безусловно, спас нас от нашего греха, наполнил своим Духом Святым и даровал нам жизнь вечную. Иногда мы не удивляемся, потому что неправильно смотрим на веру. Суть последователя Христа не в том, чтобы ходить на поместное собрание в церкви, писать свое имя на заявление веры и регулярно давать десятину. если бы это все было, что требовалось от ученика Иисуса, мы бы не наполнялись удивлением, потому что наша вера состояла бы в том, что мы делаем сами. Она базировалась бы на наших религиозных делах. Мы бы делали религиозные вещи, чтобы обеспечить себя Божьими благословениями и хорошей жизнью. Друзья, это манипуляция, а не доверие Богу. Это попытка самим быть богами, вести себя религиозно. Но есть совсем другой образ мышления относительно нашей веры. Сам Бог делает нас последователями Христа. Это удивительная работа благодати. И в таком случае нашему удивлению восхищению не будет конца. Мы являемся последователями Иисуса лишь потому, что Он первый возлюбил нас. Кто мы такие, что Бог выбирает нас? Кто мы, чтобы Бог любил нас? Если кто-то спросил меня, «Ты христианин?», то мой бы ответ был таким, «Да, разве это удивительно?» Я среди всех тринадцатилетний скептик, который ушел из церкви и впал в подростковый бунт, отбросив Бога, церковь, семью, все. Бог любил этого парня и привлекал его благодатью. «Я не должен быть его ребенком, но вот я здесь». Он сделал это. По сути, никто из нас не стал последователем Иисуса благодаря своим хорошим делам. Мы всегда полагаемся на Бога в том, чтобы Он приблизил нас, разобрался с нами, просветил нас, ответил нам, убедил нас, открыл наши сердца и умы, Его реальности, присутствию, силе и любви. Бог позволяет нам видеть, доверять и отдавать все Ему. Все зависит от Божьей благодати и благости. Ангел говорил, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Луки 1.30 Ангел сказал пастухам, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Луки 2.10 Когда мы принимаем Божье Слово для нас в Иисусе, то страх, который населяет уголки нашей души, исчезает. Вера изгоняет Бога. Мы боимся последствий COVID-19, потому что осознаем, что не можем контролировать его. Мы боимся конца отношений, потому что знаем, что раньше или позже мы разочаруем людей. Мы боимся будущего, потому что знаем, что нам приходится уповать на милость сил, которыми мы не можем управлять и которые не можем предсказать. Мы боимся, потому что стараемся уберечь себя от болезни, заслужить чувство собственного достоинства, построить свою личность. Но все эти вещи очень хрупки. Тим Келлер пишет, мы боимся отвержения и неудач, но если бы мы были полностью наполнены Божьей любовью, то не переживали бы о том, что подумают люди. Мы боимся будущего и обстоятельств, но если бы мы знали Бога в совершенстве, что Он благ и контролирует все, мы бы доверили Ему. Вы бы не боялись смерти, потому что знали, что будете навеки с Ним. Повеление, которое Бог повторяет чаще всего в Писании, не бойся, не бойся. Почему? Потому что Он пошел за нами, Он вписал себя в нашу человеческую историю, Он так сильно полюбил нас, что послал Своего Сына Иисуса. Иисус так сильно полюбил нас, что отдал Свою жизнь за нас. И в той мере, в которой мы принимаем, наслаждаемся, осознаем это, в той же мере мы больше не будем бояться. Помните моего друга Нила? Его история продолжается. Сейчас Нил молодой муж с двумя детьми. Больше всего он хочет, чтобы его дети выросли в доме, где они будут знать, что Папа и Отец Небесный любят их. В разговоре с его тестем несколько недель назад Нил спросил, означает ли для него что-то имя Карсон. Тесть Нила вспомнил Карсона, который был связан с университетом Тринити. Через друга он получил контактную информацию Карсона. Карсон, вы знаете что-то о человеке по имени Брюс Холланд? Спросил тесть Нил. И Карсон сразу вспомнил этого человека. Да, Брюс был пожарником, когда я жил в Ванкувере, но почему? Сын Брюса Нил, теперь мой зять. Он мало что знает о своем отце. Что вы можете рассказать мне о нем? Карсон задумался. Брюс был твердым орешком. Он много ругался, но у нас с ним была крепкая дружба. У нас были хорошие разговоры о вере. Когда у него диагностировали рак, эти разговоры стали дольше и глубже. В его последний месяц в больнице я приходил к нему каждый день. Тесть Нила спросил, а вы не против, если мой зять узнает больше о своем отце? Да, конечно, ответил Карсон. у Нила было множество вопросов о его отце. Среди этих вопросов был и такой. Карсон, а мой отец когда-либо принимал веру? Карсон ответил, Нил, не пытайся охарактеризовать своего отца. Он шел по пути веры. Я читал ему фрагменты из Библии, молился с ним, заглянув. В смерти в глаза он открыл свое сердце Богу. Мы часто читали 22-й псалом. Его утешало то, что Бог был его пастырем. Я помню, как однажды спросил его Брюс, ты веришь в Бога этого псалма? И он сказал, да. Вера человека на пороге смерти. Принятие любви доброго пастыря. Я представляю, как он доверял своего сына Нила в его добрые руки. Вера изгоняет страх. Иоанн, ученик Иисуса, понимал, что это означает. Он написал, в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4, 18. Мы должны задать себе вопрос, что бы случилось со мной, если бы я серьезно отнесся к Божьей любви? Как бы изменилась моя жизнь, если бы я действительно положился на Божью любовь ко мне? как бы изменились мои мысли, ценности и отношения? Как бы это изменило мои разговоры с Богом? Понимаете, вера позволяет нам зайти глубже. Вера позволяет нам зайти глубже. что я имею в виду? Когда родители Иисуса принесли его в Иерусалимский храм, чтобы его обрезали на восьмой день, там была пара пожилых людей, Симеон и Анна. Они ждали Спасителя. Бог сказал Симеону, что он не умрет, пока не увидит помазанника Божьего. Симеон жил по принципу из Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда Мария и Иосиф зашли в двор храма с младенцем Иисуса, Симеон взял Иисуса на руки и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Симеон поблагодарил Бога и прославил Его. Он прожил достаточно долго для того, чтобы увидеть Спасителя. Она также была в храме. Ей было 84 года. После семи лет брака она потеряла мужа. Большую часть своей взрослой жизни она была вдовой. Иногда наши потери приближают нас к Богу. Потеря побудила Брюса и Нила приблизиться к Богу. Она молилась и постилась днем и ночью. Когда Симеон начал пророчествовать, в тот день, когда Иисуса принесли в храм, она начала благодарить Бога. Она рассказала всем, что происходит. Дух открыл ей, что младенец, которого принесли в храм, это Спаситель, которого она ждала. Люди, которые поверили в Бога, прикоснулись к Божьему сердцу, часто ожидают исполнения Божьих обетований. Они живут с ожиданием. Их глаза сфокусированы на реальности, которую обещал Бог. Они больше не переживают за то, что происходит в данный момент в жизни, но смотрят на большую реальность, Божью реальность. Они углубляются. Мария запомнила эти встречи с Симеоном и Анной. Она наблюдала за своим сыном, за тем, как он взрослел. Она слышала, как он говорил, видела чудеса. Она постепенно размышляла над происходящим. Моментами ей было трудно. В Марка 3 она идет с братьями и сестрами Иисуса, чтобы забрать его. Семья решила, что Иисус не в себе. Так сказано в Библии. Сошел с ума, ведет себя безответственно, просто безумно. Она хочет остановить его. Это была серьезная ошибка. Очень большая ошибка. В тот день она была неправа. Позже она увидела, как его распяли на холме возле Иерусалима, а потом похоронили в пещере. Но она не ожидала, что будет стоять у подножия его креста, станет свидетелем его ужасной смерти. Она не ожидала боли из-за того, что прожила больше своего ребенка. Уверен, что она вспомнила слова Симеона, которые он сказал, держа младенца Иисуса в тот день в храме. Вот эти слова. «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Да откроется помышление многих сердец. Что этот Иисус открыл о моем и вашем сердце сегодня? Когда Иисус воскрес из мертвых, его мать была в числе первых, кто встретил его. Она была у креста у гроба и при его воскресении. Она исполнилась верой. А как мы относимся ко всему этому сегодня? Если мы не практикуем веру, не размышляем, не слышим, не отдаем, не удивляемся, не отпускаем свой страх и не углубляемся, то упускаем то, что Бог делает в наши дни, что Он говорит нам сегодня, и мы не будем готовы к тому, что будет в будущем. Какой шаг веры Бог приглашает вас сделать сегодня? Иисус приглашает вас узнать Его. Он приглашает вас к Своей любви. Он пошел на крест и умер вместо вас, взял на Себя ваш грех, чтобы Бог в Своей святости мог простить нас и принять как Своё дитя. Когда вы объединяетесь с Богом, вы оживаете, друзья, как Иисус пригласил Нила и Брюса, Он приглашает вас отвернуться от жизни, отделенной от Него, и обратиться к вашему Отцу Небесному. Примите прощение грехов, войдите в близкие отношения с Ним, станьте Дитём Божьим, семьёй. Он любит вас. Он очень любит вас.